МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый раз, как в первый раз. Доброй ночи, друзья! Вы смотрите телеканал Столица. Это ночной молодежный канал. И мы его ведущие. Илья Вирин. И Ольга Панкова. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас сегодня такая интересная тема. Раньше многие дети мечтали стать космонавтами, летчиками, танкистами, бегали по двору и представляли, что они летают на самолетах. Теперь многие из них работают бухгалтерами. С чем это связано? Ну, знаешь, с чем это связано, я не знаю. Но, действительно, каждый из нас в детстве мечтал, наверное, завоевать этот мир и минимум его перевернуть. Дайте мне точку опоры, и я это сделаю. Моя подруга тоже мечтала стать балериной. Ты знаешь, она этого добилась. Правда, танцуют сейчас в основной труппе, но, тем не менее, мне кажется, если очень захотеть, можно в космос полететь. Ну что ж, профориентация, не профанация. Так звучит тема нашей сегодняшней программы. И вместе с нашими уважаемыми экспертами и гостями будем разбираться, что же это такое. Аплодисменты. Дорогие друзья, давайте мы представим наших экспертов, которые пришли к нам сегодня на программу. Итак, наши первые гости. Ольга Климова, ведущий специалист Служба содействия занятости студентов и выпускников РБГУ. Заведующий лабораторией социально-профессионального самоопределения Николай Родичев в нашей студии. Руслан Конорев, адвокат. Ёмко. А то. Руководитель программы «Ты» предприниматель города Москвы Виктор Соколов. Людмила Фролова, психолог Службы занятости. АПЛОДИСМЕНТЫ Заместитель руководителя Департамента труда и занятости населения города Москвы Виктор Иванов. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий наш гость – Василий Пугачев, президент Ассоциации выпускников столичных вузов. АПЛОДИСМЕНТЫ Дублер заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по социальной политике Илья Бестовашвили. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда люди начинают выбирать себе эту профессию. Потому что, опять же, когда мы приходим в школу, или нам ее выбирают родители, мы идем просто за модой, да, а на самом деле понять, что подходит именно тебе, это всегда сложно. Да многие идут просто потому, что ближе к дому. А потом? А потом? А потом учить невольно. Давайте сначала определимся, все-таки в каком возрасте нужно задумываться о своей карьере. Василий, возьми, пожалуйста, микрофон. Ты читаешь мои мысли. Я тоже хотел обратиться к Василию. Ну, безусловно, для того, чтобы сделать правильный выбор, необходимо это начинать со школы. Потому что дальнейшее идет... Подожди, я с тобой не согласна. То есть человек в школе, в первом классе... Нет, не в первом классе. А в втором? Не в первом. Мы же говорим со школы. Со школы. Хорошо. В каком классе? Старшие классы. То есть это где-то восьмой, восьмой надо задумываться, девятый определяться, десятый, одиннадцать, дальше анализировать и испытывать опыт. У нас 14-15 лет, молодежь еще не подготовленная для того, чтобы осознанно выбрать себе профессию. Поэтому у нас сейчас есть по 2-3 образования, а человек совершенно не работает и не пользуется этим образованием. Безусловно. Это у меня как раз мои слова говорить, которые я говорил на прошлой передаче. Она сегодня читает мысли. Да. Я хотел проговорить одну вещь очень важную, которую человек должен понимать, учащийся в школе. То, что поступая в ВУЗ, он должен понимать, где он дальше будет работать. И для того, чтобы выбрать правильную специальность, надо знать вообще, как они специально, что из себя представляют. Как, на чем зарабатывать. Какой будет доход. В чем качество той специальности. Василий, это все правильно. Но как достичь этого понимания? Потому что иногда в 25 лет ты не понимаешь вообще, что тебе нужно, и ты говоришь, надо достичь этого понимания. Вот тут вопрос. Николай, возьмите микрофон. Я просто проговорить до конца. Можно, Ольга? Вот. Один момент. Безусловно, главным элементом, который нужно вводить на сегодняшний момент, это профориентацию в школах. То есть в 9, 10, 11 классе. Чтобы человек уже знал, какие специальности, как работают и какими качественными функциями они обладают. Это какой-то определенный предмет. Приходит человек, который учит, да? Это, да, это определенный предмет, определенное количество часов, пускай небольшое, но для того, чтобы человек мог понять, да, что из себя представляет тайная специальность, тайная профессия. И как ему с ней работать. Вот чтобы он себя мог приложить на будущее через 5, через 10 лет. Мне кажется, все равно, 4-5 лет, это очень рано. Ты знаешь, мне кажется, проблема нашей страны в том, что у нас в качестве профориентаторов выступают часто родители. Они за тебя решают, куда тебе нужно пойти. Ну, естественно, это тоже большая проблема, потому что мы уже тоже говорили, если в семье медиков, значит, априори их ребенок тоже должен стать медиком. Но правильно ли это или нет, это тоже большой вопрос. Николай, скажите, как все-таки молодому человеку помочь определиться с его дальнейшей профессией? Вы знаете, ну, выбирать профессию будет только часть ребят. Часть ребят подросших, взрослых будут постоянно делать этот выбор в течение всей жизни. А некоторая часть людей будет просто-напросто иметь определенный набор своих устоявшихся потребительских привычек, взглядов на жизнь, под которые будет подстраивать свои быстро изменяющиеся профессии. И вот это вот три таких разных категории... Ну, на ваш взгляд, в каком возрасте человек должен уже, в принципе, понимать, кем он хочет быть? Лучше всего вести разговор об этом на протяжении всего периода обучения в школе, постепенно наращивая к девятому классу. А кто должен разговаривать с человеком? Разговаривать должны все. И родители, и психологи, и педагоги. И самое главное, понимаете, когда вот у нас в передаче слово профориентация, когда пытается заниматься государство профориентацией, то оно постоянно стремится воздействовать. А бывают отношения воздействующие, помогающие. Так вот, надо сделать так, чтобы у подростка была способность различать, кто пытается на него воздействовать, а кто стремится помогать. Как научиться различать? Потому что к тебе приходят и рассказывают, вот есть такая хорошая работа, вот иди работать в милицию, скажем, или в полицию. Вот этот вопрос уже очень сложный, он действительно может частично решаться. Потому что можно же ведь навредить. Он может частично решаться тем, что делается в школе, но с учетом того, что в школе все-таки привыкло воздействовать. А при помощи самых разных способов, это уже отдельный разговор, можно научиться разделять помогающих и воздействовать. И это психолог должен работать с ним, да? Не обязательно психолог. У психолога тоже часто бывают свои определенные деформации, особенно когда он старается диагностировать, рекомендовать. Вот давайте поговорим с психологом об этом. Давайте. Возьмите, пожалуйста, микрофон. Скажите, вот мы нисколько не умоляем ваши там заслуги, да, допустим, в этом направлении, но насколько психолог может помочь молодому человеку определиться в дальнейшем с его карьерой и работой? Я думаю, что очень во многом помогаем, потому что ребята сейчас мне лично напоминают такую шкатулку, куда родители начинают там, вот мы говорим сейчас, со школы надо профориентацию проводить. Нет, ее надо с детского сада проводить, потому что в школе это уже поздно. И вот родители начинают с детского сада. А как же говорить о том, что у ребенка должно быть детство? Как психолог вы это должны знать. Детство. Какое же детство, если вы сразу, нет, ты должен быть математиком или физиком. Ты будешь слесарем. А когда вы в первый раз сказали, мама, я хочу быть кем-то, артисткой, например, да, или я хочу быть врачом, наверное, это было в раннем вашем детстве. А что должна сделать мама? В лепешках расшибиться, чтобы сделать ребенка артистом, который еще маленький в детском садике? Нет, я думаю, что задача мамы приглядеться, найти вот какие-то индивидуальные особенности своего ребенка и помочь ему встать на этот правильный путь. Простите, пожалуйста, скажите, а сколько у вас детей, если они у вас есть? У меня один. Один, вы знаете, просто у меня тоже есть опыт общения с детьми. Когда мне мои дети говорят, сегодня мама, я хочу стать космонавтом, завтра он хочет стать юристом, послезавтра он хочет стать медиком, понимаете, то же самое происходит и со спортом. Элементарно мы в одну секцию, во вторую, в третью. Как ребенок может определить в 5-7 лет, кем он хочет быть? Вы понимаете? Он очень многого хочет. Он хочет попробовать и там, и там, и там. Но это не значит, что целенаправленно он думает о своей карьере уже. Ну, задача мамы пока что рассказать ему о разных профессиях, то, что делают и воспитатели в детском саду, то, что сделали очень многие классики, которые в своих книгах об этом рассказали именно для дошкольников вначале. А потом уже в школе как-то это все откорректируется. Но вот если вы в раннем детстве, там, в 3, в 5, в 6 лет не начнете чем-то заниматься, то вы это упустите на всю жизнь, понимаете? Кто-то сможет наверстать, а кто-то нет. Вот задача не упустить. Не заставить посетить все школы музыкальные, там, все творческие студии, а задача не упустить развитие ребенка. Мне кажется, тут есть небольшая проблема. Ведь те дети, которые неблагополучные, которые убегают из семьи в 14 лет, они очень многого добиваются, потому что они сами решают. Они сами решают, кем они хотят быть. Если они выживают при этом. Если выживают. Ну, естественно, отбор. А дети, за которых мы решаем, что делать, которым рассказываем есть вот такая профессия, сходи туда, сходи туда. Они в итоге становятся не самостоятельными. В итоге они не могут принять решение. И получается, что мы психологами, мы учителями, мы теми людьми, которые рассказывают, мы просто лишаем их права выбора. Вы знаете, я не согласна с Ильей. А я согласен с Ильей. Ну, естественно, это же твое мнение. Вы знаете, я не согласна, потому что очень многие дети Действительно не могут выбрать И когда им родители или психологи Или педагоги помогают определиться Своей дальнейшей судьбой жизнью И в принципе они опять же чувствуют ребенка Они его изучают Они ему предлагают И это как-то обоюдно происходит Мы получаем результат Очень многие взрослые потом когда вырастают Благодарны то что их правильно направили на путь истинный Как вы считаете? В общем-то да Я с вами согласна Моя задача как психолога в университете Вытащить из ребенка то что в него заложили А если не заложен то вытаскивать нечего Вытащить И заставить этого человека прислушаться к себе Что же он больше всего хочет К чему его тянет Вот в чем задача моя А вот это то что вы вытаскиваете То что в него заложили Оно не влечет за собой какие-то разлады в семье Он начинает перестраиваться Говорит что мама Ты родила меня мальчиком А я тут понял что хочу быть девочкой Вы знаете иногда приходится Совсем другая профориентация Объяснить ребенку что родителям нужно объяснить Чего же он хочет Чтобы он сам это объяснил родителям Ну в идеале конечно лучше было бы работать со всей семьей Но не все родители могут прийти к психологу в университет И многие даже не считают этого нужно Да есть родители которые первыми приходят Первыми позвонили первыми Поинтересовались и направили ребенка ко мне Вот но это в идеале В основном каждый ребенок принимает решение самостоятельно И мы вытаскиваем из него вот то что в глубине там спряталось в душе И потом видим свои результаты Они действительно Результаты мы в основном видим каким образом Они рекомендуют своим однокурсникам прийти к психологу И консультироваться Спасибо Виктор возьмите пожалуйста микрофон Я бы хотела узнать у вас ваше мнение По поводу такого вопроса Мы говорим о том что часто родители настаивают на каком-то выборе профессии своего ребенка Правильно это или неправильно Ну разные бывают случаи Мы также знаем что многие дети когда идут все таки по стопам своих родителей Оказываются несчастны в этой жизни Да и цель это вроде у родителей благие Естественно цели всегда хорошие У нормальных родителей Вот вы согласны с этим или все таки нужно подстраиваться под ребенка индивидуально смотреть Хотя в принципе может быть бизнес отца уже готов на все чтобы принять своего заместителя сына Здесь два направления я бы выделил Конечно роль родителей очень большая И вот исследование психологически показывает что во многом дети принимают решения сегодня Все таки слушая ну скажем так не жесткие указания а рекомендации родителей Родители сегодня живут в реальной социально-экономической системе Они реально понимают конкурентную среду Они понимают реально и реально участвуют в экономической жизни города страны И конечно интерес родителей главный сегодня на мой взгляд в том чтобы направить так ребенка Чтобы он с одной стороны раскрыл свои способности которые в нем заложены Ну как и генетически в период воспитания так сказать детства юности он получил И с другой стороны чтобы это легло на хорошую такую социальную траекторию На хороший социальный лифт Но с другой стороны знаете мы живем в 21 веке 10 лет назад у нас не было интернета мы даже не знали что это такое Сейчас наши дети намного более образованные нас в том возрасте Может быть они сами должны справиться и сами выбрать себе жизнь Я просто хочу провести параллель может быть я не прав Но Соединенные Штаты Америки другие из стадо Там же родители не опекают детей до 45 лет На самом деле ведь не все дети как бы не все ребята выбирают профессии которые им навязывают родители Речь идет не о том что родители навязывали Ну какой отец хороший не подскажет дочери или сыну вообще так сказать вот каким путем лучше идти В порядке совета в порядке так сказать получения новых знаний Ну допустим по своему направлению работы Хороший специалист допустим хороший техник по компьютерным технологиям Почему он не может своему сыну привить любовь к этой крайне востребованной И крайне ну хорошо оплачиваемой работе так сказать как дальнейшую траекторию развития своего ребенка В этом ничего плохого нет Но если конечно у него ребенок не физик а по натуре а лирик То конечно он никогда не станет хорошим специалистом по этой технологии А если медик? Это тоже грамотные родители тоже должны это все знать И соответственно выстраивать как бы траекторию ну вот этого развития лирика Идти так сказать по пути творческой профессии получения Виктор вот вы абсолютно верно сказали давайте мы узнаем у нашего зала уважаемого Дорогие друзья кто из вас выбирал профессию ту которую говорили вам родители Есть такие люди в зале? Девушка да у нас очаровательная Возьмите микрофон расскажите как это было Справа от тебя лежит микрофон представься пожалуйста Меня зовут Клавдия Пенькова Мою профессию определили мне родители Они у меня несмотря на то что вы говорите что идут по стопам родителей Мои родители милиционеры Но отдали меня в народный песню Но сказали в эту профессию ты никогда не пойдешь и отдали меня в музыкальную школу Отдали на русские народные песни и сказали будешь руководителем народного хора Слушай а ты сама хотела этого? Нет я хотела стать гимнасткой А сейчас ты довольна тем что вообще как твоя жизнь сложилась? Как она складывается? Ну конечно я очень благодарна То есть ты сейчас благодарна родителям за то что они тебя определили? Если бы не они я не знаю Гимнастка из меня бы получилась не очень хорошая А не хочется сейчас попробовать стать гимнасткой? Может быть одну профессию уже освоил потом хочется вторую? Нет в моей профессии есть социальная нужда Сохранить народное творчество Передать это будущему поколению Которое воспитать эстетику и народную культуру Спасибо Спасибо Можно микрофон? Я бы хотела с ребятами Возьмите пожалуйста микрофон Все остальные сами решили Да Вот скажи пожалуйста кем ты стал? Музыкантом Ну твоя профессия Музыкантом То есть ты вот по-моему у нас только одна девушка Которая послушала мнение родителей Ты не слушал да? Нет родители мне предоставили выбор самому То есть они сказали Они не предлагали и не вмешивались в твою жизнь? Нет они как бы сказали какие варианты есть Социально востребованные да? То есть экономисты там Пугалтеры и так далее Я получил экономическое образование по совету родителей Но тем не менее я никогда не был в экономической деятельности Но экономическое образование помогает в жизни вообще сейчас? Музыканты особенно Считаешь что оно правильное? Что оно полезно для жизни? Ну знаете скорее тут просто роль высшего образования играет Николай вот все таки да Если мы говорим опять же о высшем образовании Можно сказать что у нас сейчас Ну практически вся молодежь его имеет Почему мы так стремимся за ним? Почему мы считаем что наши дети Все должны поголовно иметь высшее образование? Во первых наше высшее образование Это не всегда то что прежде считалось высшим образованием Ну вот некоторые Большая разница да? Некоторые специалисты эксперты Которые занимаются стратегией развития страны Высшее образование 20 лет назад оно было лучше? Мы взяли количеством Давайте про нынешнее Они говорят так что собственно Возом является университетом Возом является тот где сотрудники занимаются исследовательской работой Таких у нас сейчас в Возах университетов Их всего 20-25 процентов Давайте остальные закроем Зачем нам тогда они? Вот поэтому и говорят про так называемый навес высшего образования Возможно этот навес он может раздавить вообще в практически наше образование То есть наличие вот этого высшего образования так называемого Является таким вот пропуском куда-то на рынок труда Расскажите мне в чем разница 20 лет назад высшего образования И то образование которое сейчас есть у нас в стране Ну его было Ситуация была Их сложно сравнивать Ситуация была совершенно различающаяся То что было 20 лет назад То что было сейчас Их сложно сравнивать Насколько сейчас важно высшее образование Если мы говорим о том что потерялось качество Ну вы знаете Конечно же оно является важным условием социализации Оно не должно им являться Для этого должен быть социальный лифт Человек который поступает в учреждение Ну сейчас в Москве только среднее профессиональное образование Вот в учреждение начального и среднего профессионального образования Он должен знать что у него есть социальный лифт У него есть перспектива Впоследствии вырасти до специалиста с высшим профессиональным образованием Есть какие-то профессии которые гарантированно обеспечат тебе социальный лифт Которые гарантированно обеспечат тебе работу без выбора каких-то экстремальных, там, физики, химики. Вы имеете в виду профессии, связанные с получением высшего образования? Вот чтобы я закончил школу, я хочу выбрать образование себе, чтобы гарантированно иметь работу, чтобы гарантированно устроиться в компанию, чтобы там был социальный лифт, чтобы я не мучился. Если у нас существует такая программа, я не считаю, что у нас есть такие прогностические данные, которые позволяли бы точно сказать, в Москве просто ситуация достаточно была получена. Николай, а что такое лаборатория социально-профессионального самоопределения? Расскажите мне, пожалуйста. В Российской академии образования, один из институтов, занимается проблемами общего образования, и в том числе одна из лабораторий наша занимается проблемами перехода молодежи от... Проблемами общего, высшего образования. Какие у нас проблемы? Проблемами перехода от общего образования к профессиональному, проблемами профессионального выбора, проблемами... Почему у нас сейчас так мало профессионального образования? Почему оно не востребовано? По-моему, полно профессионального образования у нас. Вы знаете, даже появилась такая метафора, я бы не сказал, что это термин, метафора, Это общее высшее образование. То есть высшая школа доделывает то, что не доделала старшая школа, в том числе и в плане профориендации. Где наши известные 10 лет назад ПТУ? Где они? Ну, в Москве они, так сказать, слились со среднепрофессиональным образованием. В стране они есть и частично есть весьма благополучные учреждения начального среднепрофессионального образования, в которых ребята продолжают... Вы знаете, вы так мне говорите, как будто вы пытаетесь оправдаться, понимаете? Потому что на самом деле у нас его нет в стране. И вы сейчас со мной можете спорить сколько угодно. Если бы его не было, то что бы тогда пытались... Хорошо, тогда скажите, где наш средний класс? Ну, средний класс, это, так сказать, у нас нет традиционно общепринятого понимания среднего класса, того, который... Так что у нас такое тогда средний класс? Вот что это значит? Подождите, мы про средненачальное профессиональное образование или про средний класс? Мне кажется, одно из другого выходит. Да, выходит одно из другого. Где наши великие слесаря, скажите? Где наши инженеры, дорогие, любимые? Вы когда-нибудь вызывали себе починить кран, допустим, слесаря? Да, он далеко старше меня. Ему больше 50-60 лет. Молодежь у нас идет в эти работы? То же самое происходит на заводе. Молодежь у нас идет. Вот вы представите, что вам придет парень молодой в 20 лет чинить кран? Спасибо большое. В комбинезончике? С учетом нашей миграционной политики я это могу представить. Ну, это уже будет совсем другая история. Но там с образованием... Виктор, пожалуйста, возьмите микрофон. Скажите, все-таки, куда подевался средний класс и почему мы все стремимся получить высшее образование? Ну, про средний класс достаточно абстрактный такой вопрос, да? А почему все стремятся получать высшее образование? А почему абстрактный вопрос? В нормальных странах в развитых средний класс существует. Это не абстрактный вопрос. Ну, для России это абстрактный вопрос. Давайте так. Почему он размыт? Ну, он размыт, потому что нет четкого понимания, что такое средний класс и что он должен делать в России. Слушайте, простите. Мы с вас говорим несколько минут, до сих пор не можем понять, что это такое. У нас есть депутаты в студии, понимаете? Вы мне говорите сейчас о том, что у нас размыто понятие среднего класса и вообще это какой-то вопрос, который летает в воздухе. Василий, подождите, я ничего не понимаю. Расскажите мне тогда, пожалуйста, как может быть? На самом деле, наше общество уже подошло к формированию среднего класса. Средний класс формируется. Это я уже как депутату к вам попросилась. Когда он все-таки наконец-то с кого-то... На самом деле, я не согласен с тем, что позиция размытая. Я согласен с тем, что средний класс надо формировать до конца. То есть общество должно быть направлено на создание фундаментального среднего класса. Потому что это как раз элемент или фундамент для развития нашей страны. Потому что средний класс это та стабильность для общества, которая может дать движение и вверх, и может дать... Все развитые страны... А если попроще, вы так очень размыто, как средний класс говорите. Все развитые страны базируются на среднем классе. Именно от среднего класса. Безусловно, безусловно. Зависит все-таки какой-то прогресс страны. Поэтому это никак не связано с высшим образованием или средне-техническим. Это связано немножко с другим. Это связано с благосостоянием каждого человека и с его комфортным проживанием в жизни. Поэтому это дело в том числе и государству сформировать этот средний класс, дать ему возможность для развития. Василий, ну вы опять же от вопроса моего. Когда все-таки у нас будет в стране средний класс? Когда же вы наконец-то его сформируете? Ну, по моим планам... Я сейчас проговорю. У меня-то есть как раз планы на этот вопрос. Есть планы на следующий вопрос. В рамках нашей программы кадра 2005-2015 формирование среднего класса должно быть к 2015 году. Но вопрос другой. Именно после того, как удастся сделать то, что мы планируем, безусловно, надо производить ряд действий. И ряд действий должны производить не только государственные общества. Общество должно быть само готово к тому, чтобы был средний класс. Я бы хотела поговорить с Ольгой, если можно, с вами. Возьмите микрофон. Вы часто общаетесь со студентами, с молодежью. Скажите, на ваш взгляд, какие сейчас самые модные профессии, куда молодежь идет, стремится? Вот я слышала начальник. Для меня начальник это что-то непонятное на самом деле. А профессия это какая? Начальник чего? Начальник Чукотки. Да, действительно, допустим, в нашем университете есть факультет управления. Вот хочу быть управленцем. Управлять чем или кем, сложный вопрос. Поэтому тут опять же... А в чем причина хотят быть управленцами? Они что, хотят командовать или просто хотят, чтобы была зарплата высокая? И командовать, и зарплата, тут все вместе на самом деле. Пытаемся разобраться с такими людьми, что им нужнее, что им будет интереснее. Где им надо применить полученные знания. Или в коллективе, или это с каким-то документами, может быть, да, быть начальником над какими-то документами. Поэтому юристами, опять же, да, юристами, экономистами, очень многие в творческие профессии идут, очень многие, искусство, культура, очень многие хотят работать с иностранными языками. И это востребовано, это радует, что это... А что первичное, все-таки материальное благополучие или какой-то другой фактор? Ну, вот я знаю, по последним исследованиям, все-таки карьерный рост вперед идет, благосостояние. Тоже хорошо. Руслан, возьмите, пожалуйста, микрофон. Не надоели вот эти адвокаты, постоянно юристы, которые приходят? Мне кажется, так много их сейчас. Крутится, крутится. Вы знаете, при достаточно большом количестве адвокатов, юристов и других специалистов, на самом деле, хороших, качественных и профессиональных людей во всех сферах нашей жизни не так много. Знаете, ну мне кажется, что сейчас с кем не поговоришь, одни у нас сейчас экономисты, я у меня почему-то тоже экономисты, по первому образованию, это не тебе камень, да? Журналистов тоже очень много, на самом деле. Юристов навалом. Куда вот ты не обратишься, у каждого, наверное, да? И все, все менеджеры, каждый из них. И все такие крутые, да? Кто креативный директор, кто финансовый директор, все директора. Все вот действительно хотят быть управленцами. Как с этим бороться? Вообще нужно ли стране столько юристов? Вот я соглашусь с мнением, которое несколько ранее прозвучало. Все-таки при всем неком негативном стереотипе такого понятия, как плановая экономика, она несет в себе достаточно позитивные моменты. И любая страна, если она хочет дальше развиваться, она должна это планировать. Если мы посмотрим, как сейчас действительно модно говорить о странах развитых, то любая страна, либо это конгломерат стран, он планирует свое будущее. Поэтому если страна хочет развиваться самостоятельно и устойчиво, то она должна сама это планировать и доводить до сведения своих граждан, а что же им ожидать от своей страны, чтобы у людей, действительно, у молодых людей, которые ставят перед собой задачу куда-то поступить и получить определенное специализированное образование, было понимание, что именно государству эти люди нужны. У нас кто-нибудь этим занимается или у нас хаотично все происходит, полная анархия? Ну, исходя из того, что мы сейчас наблюдаем, нет четкого понимания вообще, куда идет страна. То есть кто во что говорит, да? Что она хочет от людей. Ведь, в принципе, это функция государства. Если человек не понимает, и основная часть граждан в стране не понимает, а для чего им нужно государство, то рано или поздно такого государства не будет. То есть если мы как-то будем... Пожалуйста, а как вы относитесь к непрофилирующим вузам, которые дают юридическое образование? Вы знаете, естественно, вузы, которые уже достаточно давно существуют, и у них хорошая база, прежде всего, преподавательская, качество образования там существенно выше. Но, опять-таки, я могу сейчас говорить исключительно о профессии юриста. Если человек целеустремлен, он достаточно дисциплинирован внутренне, он может получить образование хорошее, качественное, потому что база юридическая, база внимания, она доступна. Сколько вузов в стране у нас дают хорошее юридическое образование? На ваш взгляд? Мы сейчас не говорим... Нет, об этом тоже. Сколько вузов в стране, на ваш взгляд, дают хорошее юридическое образование? Достойное, конкурентоспособное? Ну, я думаю, что по пальцам двух рук, в принципе, можно сосчитать. Двух рук? Да. Что делать с остальными? С остальными? А вот это как раз, соответственно, я вам и говорю, что если человек... Мы говорим, если о первой десятке, то это некий экономический, материальный барьер, который не всем доступен, да, то есть обучение в этих вузах. То есть если ты не можешь поступить в эту десятку нормальных, престижных, конкурентоспособных институтов, мало того, что ты, в принципе, можешь поступить куда угодно и получить то же самое образование, якобы то же самое, да, и люди действительно это выбирают, но у них же есть другая альтернатива. Другая альтернатива, о чем мы говорили в первом эпизоде, все-таки выбрать средний класс, но среднего класса у нас нет применения. И что тогда делать? Замкнутый круг, получается. Да, о специалистах, которые хотят получить юридическое образование, там, вне вот этой десятки, да, юридическая наука, она открыта. То есть все учебники, то есть она не практикующая. Вот здесь был сюжет про медика, да, то есть медик, он, в принципе, там, ну, понятно. Слушайте, ну вот сейчас говорите, на самом деле, вы возьмете ученика, который пришел и говорит, да, я там где-нибудь вообще там в деревне по книжкам получил вот юридическое образование, возьмите меня на работу. А у вас, между прочим, клиенты, и вы за них, да, ну, как бы отвечаете, за этого мальчика перед ними, вы возьмете его на работу? При определенной проверке его знаний... Вы возьмете его на работу, который получил свою профессию по книжкам в деревне? Я такой вариант не исключаю. По крайней мере, я не уверен на 100%, что выпускник достаточно известного престижного вуза обладает необходимыми качествами в большей степени, чем человек, получивший образование самостоятельно. Ну, я имею в виду самостоятельно там... Но встречают-то по одежке, надо же еще понять, что он получил образование самостоятельно и получил его достойно. А это, на самом деле, вот в нашей профессии достаточно быстро проверяется. Руслан, а зачем тогда, когда мы приходим на собеседование, первый пункт, где вы получили образование? Если вам все равно, какая разница, дайте мне тест, если я его пройду или не пройду, вы сделаете вывод и возьмете меня или не возьмете на работу. Зачем всегда первый пункт, да, ну, там, или второй после фамилии, имя, отчества, что ты заканчивал? Если это не так важно? Нет, это важно, но это не должно являться определяющим моментом. Потому что есть специалисты, которые обучились в вузах, там, да, менее, может быть, престижных, но которые обладают не меньшей квалификацией. Мы же прекрасно понимаем, да, система, каким образом образование поставлено, и образование можно получать в разном вузе по-разному, да, в том числе, там, и на материальной основе. Спасибо большое. Виктор, к вам бы хотел обратиться. Возьмите, пожалуйста, микрофон. Скажите, на ваш взгляд, сейчас мы не будем говорить об олигархах, о начальниках, да, но профессии, где можно больше всего заработать денег, это какая? Для молодежи. Ну, вы знаете, я немножко с другой стороны зашел бы вот в эту дискуссию, слушаю. Вот телеканал называется «Столица». Мы живем, мы москвичи, живем в столице. Город развивается. Вот мы должны посмотреть, что нужно городу на сегодня. Город – это рынок труда, если так говорить. Это вот город, кого он требует сегодня, кто потребуется завтра, послезавтра. Только напомню, что у нас слесарей не хватает. Это тоже проблема, на самом деле. И то, что вы говорили здесь… Но все получают высшее образование. Нет, абсолютно это неправильно. Как-то неправильно. Вы посмотрите на нашу аудиторию. Нет, нет, нет. Я до недавнего времени вел профессиональное образование в Москве, вот колледжи, которые московские. Могу вам сказать, что это совсем не так. У нас на сегодня ребята с удовольствием идут в наши учреждения начального и среднего профессионального образования. Но начальное – это высшее ПТУ, а среднее – это высшие техникумы. Сейчас они находятся под единой крышей, которая называется колледж. На самом деле колледж сегодня – это не то ПТУ, которое было раньше, которым пугали родители, что будешь плохо учиться, мы тебе ПТУ отдадим. Но сегодня колледж – это конкурентное учебное заведение. Я говорю это со всей ответственностью. А конкурентное с кем, простите? Конкурентное на рынке труда. А это самое главное. Мы говорим про рынок труда. Результат вашего образования может конкурент... Конечно. Только будет понятен на рынке труда. Когда выпускник колледжа, вуза выйдет на рынок труда, вот там уже оцениваются его профессиональные качества. Ну, желательно, человеческие тоже хорошо. То есть, простите, а юрист, который получает... Ну, парень, который получает образование юриста в вашем колледже, может быть конкурентоспособным с тем юристом, который получил, допустим, это образование в его полу? Юрист и колледж, мне кажется, это разные вещи. Да, юристов колледжа не готовят. Здесь вопрос в чем? Я вот опять вернусь к тому, что... Хорошо. Какую вы профессию даете? Ну, мы кто, вы имеете в виду? Какую профессию дают колледжи? Колледжи? Да. Колледжи дают на сегодня 240 профессий и специальностей. Ну, какие? Пожалуйста, строительство, любые там, 30 профессий по строительству, специальностей, связь. На сегодня востребована крайняя. Вот на ваш вопрос отвечаю. Вот о развитии города, если будет. Все, что связано. Связь, оптоволокно, кабельные системы. Ведь, понимаете, ведь не только люди, которые это изобрели, они вот известны, и мы их вот видим сегодня. Должны быть люди, которые могут это все проложить, которые могут это отремонтировать, наладить, обслуживать, в конце концов, годами, потом. Сейчас требуются такие профессионалы, да? А вы, как москвичи, ну, посмотрите, попробуйте найти хорошего плиточника. На них очередь стоит. Хорошая автомеханика. Вот все на машинах ездим. Попробуйте, найдите хорошую автомеханика. Хорошую горничную. Да их передают по связям. Пожалуйста, а кто создал вот этот вот, наверное, я не знаю, как это даже, дефицит вот этих рабочих? Как получилось так, что эта самая востребованная профессия, она осталась в дефиците? Ну, к сожалению, это такая вот, ну, наша социально-экономическая ситуация была, вот, 10 лет назад, вы знаете прекрасно, что предприятия приватизировались, закрывались, как бы, пошла конкуренция большая на рынке труда в связи с завозом товаров, зарубежных и так далее. И определенный вот такой произошел, пустота образовалась в этом профессиональном образовании. Чем вы сейчас заманиваете молодежь, Виктор, чем вы сейчас заманиваете молодежь и пытаетесь ее заинтересовать, чтобы она выбрала именно эту профессию? Понимаете, заманиваем одним, я вот всегда говорю, что умение делать что-то руками и головой, вот уметь что-то делать руками и головой и никогда не пропадешь. Но мы готовы платить тем людям, которые делают что-то руками и головой. Да. Ведь всем хочется есть, всем хочется путешествовать. На сегодня профессии, которые я и перечислил, и могу другие, ну вот, допустим, целый ряд, десятки колледжей, которые готовят специалистов сферы услуг. Это общественное питание. Мы прекрасно видим, что у нас сетевые рестораны, кафе открываются в Москве десятками и сотнями. Кто-то должен на них работать, кто-то должен в них хорошо работать. Но это среднее образование, это люди, которые официанты, это начальное профессиональное образование. Надо проучиться по 4 года, чтобы стать хорошим барменом, официальным. Надо проучиться 3 года, чтобы стать. Ну это перекосы, которые образовали сегодня, много приезжих и так далее. Мы должны говорить сегодня о качестве образования, о квалификации. Простите, а чему за 3 года вы научите официанта? Какие вот, мне просто интересно, дисциплины вы преподаете там? Ну там очень много дисциплин. Ну, во-первых, официант получает у нас вначале общее образование, поскольку они приходят после 9 класса, ребята, и получают первый год, там первые 2 года. Это школа? Да, это школьные практически. Но уже начинается 2 курса, они получают, так сказать, знания по предмету. Какие дисциплины? Ну там технологии общественного питания, значит, логистика, значит, умение, так сказать, правильно сервировать стол, умение правильно подать себя, правила поведения, этикета. На самом деле больше 20 предметов, которые серьезные, по ним есть учебники, по ним есть профессиограммы. Зачем официанту логистика? И это в вашем мире, потому что... Зачем официанту логистика? Потому что сегодняшний официант завтра может стать уже, как бы, понимать... Он пойдет и выучит, как так выучит, высшее образование. Понимаете, образование, образование, ведь дает не просто вам возможность работать сегодня. Оно вам должно немножко поднять, так сказать, планку, кем вы можете стать завтра. Сегодня вы рабочий, слесарь, а завтра вы начальник цеха. Это уже совсем другой уровень, понимаете? И совсем другое образование. Поэтому вы должны понимать не просто, как обработать детально, вы должны уже понимать элементы управления процессом, технологией этого цеха, допустим, сборочного. Нет, понимаете, Виктор, я с вами не согласна. Если человек изначально хочет быть управленцем, он пойдет и получит нормальное, достойное образование, которое будет конкурентоспособное. А если он хочет быть официантом, ну, я не знаю, зачем ему тратить 3 года для того, чтобы учиться логистике и... А за это платить надо, мне интересно? Ну, естественно, наверное. Вот объясните, зачем? Пожалуйста, Василий. Ну, знаете, самые хорошие, прошу прощения, значит, самые хорошие управляющие ресторанами, они все бывшие, либо официанты, либо работники, которые пришли и прошли все ступеньки, и это не только в ресторане, это на заводе и на предприятии. Понимаете, возможность быть профессионалом, еще раз говорю, понимать процессы в том месте, где ты работаешь, они открывают тебе хороший социальный лифт. Ты можешь двигаться дальше, естественно, ведь никто не мешает повышать образование. Пожалуйста, отработав 5 лет официантом, у нас много ребят учатся в вечерней, заученной форме в тех же самых вузах, и через 5-7 лет он становится уже дипломированным, хорошим специалистом высшего профессионального образования, но он в корне отличается вот про тех ребят, про которых мы говорили, которые не мотивированно закончили вузы. Эти ребята мотивированы, они уже работали, они пощупали руками, так сказать, свою будущую профессию, из них получаются суперспециалисты. То есть они что, наиболее ценные сотрудники? Конечно, они востребованы на рынке труда, и вот мое глубокое убеждение и опыт мой показывает, что эти ребята, вот их будущее надежно обеспечено. Я бы так ответил. Спасибо большое. Аплодисменты. Возьми, пожалуйста, микрофон, представь всем. Здравствуйте, меня зовут Алексей, я основатель, руководитель консалтингового бюро. Спасибо. Скажи, пожалуйста, всегда ли нужно думать о том, что наша профессия должна приносить деньги? Или призвание какое-то тоже должно быть все-таки? Да, это микс, на мой взгляд. То есть, собственно говоря, это тесно взаимосвязанные вещи по факту. В первую очередь, как звучало в одном из интервью с улицы, мужчина в темных очках говорил, очень правильно любить свою профессию, искренне ее увлекаться. В обратном случае не добьешься, скорее всего, значимых результатов. Сам себя не будешь уважать и коллеги по цеху, по рынку тоже. С другой стороны, не стремиться к финансовым успехам сегодняшней экономической реальности, там, буржуазной, назовем ее так, в общих словах, тоже совершенно неверно. Если ты не достигаешь определенных материальных уровней, то ты не можешь защитить себя от вызовов общества. А как понять-то? Как выбрать? Вот многие в детстве мечтают стать космонавтами. Сколько получает космонавт? Сможешь ли ты достичь? А потом ты пошел работать, скажем, водителем троллейбуса, ну, или там, я не знаю, менеджером куда-то. Ты вроде работаешь, получаешь деньги, и работа вроде нравится, но мечта-то у тебя была другая. Сложная история, действительно, в моем случае она затянулась, наверное, на добрых 10 лет. Я бы назвал это неким вариантом околонаучного или научного тыка, как говорится там в IT-областях. Да, то есть необходимо пробовать, пробовать не тупо, естественно, опираться на предыдущий полученный опыт, на опыт, переданный родителями, опыты, почерпнутые от более умных и успешных товарищей, если уж на то пошло с ними просто интересно общаться. 10-15 лет, а жить на что? Так пробовать надо, опять же, с умом, вкладывая, я вложил в слово пробовать с умом, пробовать в том числе зарабатывать деньги, не совершая неких, ну, совсем резких, необдуманных шагов, в конце концов. То есть поиск истинно интересного и подходящего тебе определенно тернист, определенно труден, связан с ошибками, шишками. Самое ключевое выносить из этого опыт. Вот, пожалуй, вот здесь и есть Рубикон. Как вот определить и узнать эту гармонию, да, вот и творческая, чтобы профессия тебя удовлетворяла, причем, чтобы она тебе еще и деньги приносила? Ну, вот музыканты, смотрите, есть музыканты, которые играют в клубах, и которых никто особенно не знает, да? А есть музыканты, которые что-то написали, стали известными и успешными. Мотивация, вот. Много раз звучало слово «мотивация». Собственно говоря, если есть мотивация шагать вперед, преодолевать трудности, делать через трудно, через страшно, собственно, это и есть путь к следующим шагам. Нет, ну, мотивация разная. Знаешь, у меня один знакомый есть, который говорит, что что для тебя важно, да, твоя профессия, карьера или все-таки деньги, которые ты хочешь получить? И вот мы сидели, разговаривали, а один парень сказал, тоже ведущий, он говорит, мне важны на самом деле мои деньги, сколько я буду получать там за проведенную программу? Он говорит, ты знаешь, можешь поставить крест на своей работе. Как только человек ставит самую главную мотивацию получения финансов, а все остальное рушится просто, понимаешь? Ты согласен с этим? Абсолютно согласен по той простой истории. Деньги, они, так сказать, мысли материальные. То есть, грубо говоря, если ты всего лишь материализуешь некий мешок с деньгами впереди, он никогда не появится, к нему должен быть путь и инструмент его получить. Материализовать нужно инструмент, думать об инструменте как. Скажи, пожалуйста, если молодежь задумается о том, поступить, допустим, на госслужбу, это вообще престижно, денежно, или для чего туда идет молодежь? Вот Илья сразу так заулыбался. При слове Илья я все время вздрагиваю. На сегодняшний момент, кстати, молодежь стремится на госслужбу. И я могу сказать другое, что вот в рамках нашей программы я проводил анализ. То есть ко мне приходит молодой человек, говорит, я хочу на госслужбу. А я дальше задаю компрометирующий ему вопрос. Да, нет. Что вы хотите, как вы представляете свое собственное будущее? Он говорит, ну, дом, семья, какая машина? Он говорит, ну, хочу жить там в частном доме, он говорит, да, мне. Я говорю, ну, там, на Рублевке, там, Новый Риг. Да, да, Рублевка, Новая Рига. Я говорю, ну, а машина? Он говорит, Мерседес там хочу иметь. Волга, Волга. А я ему объясняю, что ситуация-то совсем другая, да, то, что если ты хочешь иметь это, то надо выбирать бизнес, потому что госслужба не позволяет в рамках той зарплаты, которая начисляется, получать данные деньги. Уже не позволяет, да? Да и вообще не позволял. То есть это надо иметь определенные... Посмотрите, я с вами не согласен, решительно не согласен. Нет, подождите, он признается в том, что он хочет идти воровать, на самом деле, вот то, что он приходит. А для вас это такое открытие, да? Вы прям первый раз об этом слышите. Нет, подождите. Я как на мемористической программе сидел. Смешинка попала. Вопрос как раз в другом, о том, что человек должен осознанно понимать, да. Что ждет его электричка и квартира в Бутово съемная. Ну, нет, не совсем так, не совсем все так у нас плохо на госслужбе. Немножко лучше. В любом случае он должен понимать, что он идет служить людям. То есть госслужба – это служба людям. Для того, чтобы... То есть ему должно быть нравиться помогать людям за ту зарплату, которая будет платиться. И, естественно, он не должен ассоциировать госслужбу с неким системой благ, системой материальной ценности. Василий, а вот вы сейчас реально считаете, что вы помогаете народу, да? Да это мое призвание, безусловно. Почему тогда вы не стали доктором, не стали учителем? Почему? Я преподаю, у меня стаж преподавания 10 лет, у меня своих учеников выпущенных уже 800 человек. Поэтому я думаю, что они большинство, все благодарны. Так почему же вы не делаете карьеру именно как педагог? А я постепенно делаю. Почему? И это направление я тоже развиваю. Ну, окучивать пытайтесь все и всех. Но, скажем так, педагогика, она в том числе передается на моих сотрудников, потому что я их тоже учу. Почему я сказал, что я возьму того человека? Именно потому, что я по своим функциям создатель, да? То есть я создаю людей, создаю организации, создаю проекты. Я даю определенные возможности для их развития. Нет, Василий, понимаете, если вы говорите, что у меня стаж 10 лет, это замечательно, я очень рада. Ну, тогда и делайте там себе карьеру. Зачем же вы пошли на госслужбу? Что вы не получаете в работе педагога, что вы ищете на работе госслужбы? Я могу сказать, что эти две профессии можно совмещать. Вы не ответили, что вы не можете найти в педагогике? Я человек разносторонний, поэтому я делаю карьеру и там, и там. И для меня не карьера важна, для меня важен тот результат, который я выдаю. То есть это те дела, которые я делаю. Поэтому, когда у нас депутаты совмещают много работы, к сожалению, у нас такой результат, что мы не видим, как нормальные граждане, чем вы занимаетесь. А вот это вот неправильно. На самом деле человек, который знает общество и который может передать знания, а именно совмещение с педагогикой, когда знает ее снизу, а не сверху, или там занимаясь только законодательством, он не может правильно разрабатывать правильные... Может, педагогика у вас отнимает времени, и вы не занимаетесь своими обязанностями, как депутат? Ольга, я все успеваю. Он не может правильно разрабатывать законы, которые были бы направлены на наш народ, на наше общество. То есть депутат – это такая благотворительность, да, получается? Вы разрабатываете, что-то изучаете, и потом... В первую очередь депутат – это служитель народа. То есть этот человек, который должен осознанно понимать, что он идет для того, чтобы помогать людям. Ему для этого и даются определенные полномочия. И мало того, что он должен их реализовывать. Василий, а вот таких депутатов, служителей народа, настоящих, честных, таких, как вы, их много? Кроме вас еще есть, скажите, пожалуйста. Ну, я знаю этих людей. Я знаю этих людей. Спасибо, друзья, я знаю этих людей. Доброй ночи, дорогие друзья. Вы смотрите телеканал «Столица». Это ночной молодежный канал, и с вами мы, его ведущие, Илья Верин. И Ольга Панкова. Мы рады приветствовать вас в этой студии. И очень рады, что вы смотрите телевизор в столь поздний час. Самое главное, что вы смотрите нас. Это очень важно. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорили на тему профориентации, не профанация. Так звучит тема нашей сегодняшней программы. Мы уже дошли до итогового эпизода. До финала дошли практически. Сейчас мы будем подводить с вами итоги. Илюша, рассказывай, в чем дело. Да, в чем дело. Наши гости, наши уважаемые эксперты, всю нашу программу обсуждали, рассказывали. У них сложилось какое-то мнение. Сейчас мы попросим их поделиться по 20 секунд на резюме каждого эксперта. Наверное, начнем с вас, Ольга. Профориентация – это самое важное, наверное, в жизни, когда надо определиться, чем ты будешь заниматься. Поэтому, действительно, профориентация одна – это, как мы сказали, с самого детства, потом это в школе, потом это в институте, когда ты уже думаешь о том, где ты применишь свои навыки, полученные в образовании. И поэтому службы, которые помогают людям определиться с профориентацией, они должны быть, и люди должны туда идти. Николай. Вы знаете, вот вы называете нас экспертами, а есть такое выражение, что эксперт – это тот, кто сделал максимальное количество ошибок в своей сфере деятельности. Мы не это имели в виду. Нет, но это касается проблем профориентации, потому что для того, чтобы уметь делать выбор, надо уметь пробовать и уметь ошибаться. И, соответственно, содержание образования, как общего образования, так и профессионального образования, оно должно позволять человеку пробовать себя, ошибаться, накапливать опыт, проб и ошибок. А все остальное действительно сделают уже те эксперты в области профориентации, которые придут на помощь, чтобы осмыслить эти пробы и ошибки. Спасибо большое. Спасибо, Руслан. Я думаю, что если человек жизненной целью ставит работать хорошо, он в любом случае будет счастлив. Потому что профессии могут быть разные, жизнь может по-разному так иногда повернуться. Что человек действительно в 90-е годы, профессора, может быть не профессора, а кандидаты наук, вынуждены были заниматься делом вплоть до торговли какой-то. Но в любом случае лучше хороший дворник, хорошо выполняющий свою работу, чем плохой адвокат. То есть хороший дворник всегда более востребован, чем плохой адвокат. И это не вопрос престижа адвоката и дворника. Спасибо большое. Спасибо, Виктор. Я считаю, что важно заниматься тем, чем нравится, и через какое-то время, достигнув профессионализма, это будет приносить большие деньги. К сожалению, правда, не было ничего сказано сегодня о молодежном предпринимательстве, а это еще один путь, как можно зарабатывать и достаточно хорошо. Но, правда, это сложно. Илья, вам слово. Знаете, у меня уже мнение-то было сформировано, и сегодня еще раз подтвердилось, в голове у меня сложилось, что у нас на сегодняшний день нет комплексной системы проведения профориентационной работы. Мы все говорим, что где-то в детском саду, в школе, где-то надо постоянно ребенка вести, ребенка уже потом в юности, в отрочестве вести этого человека, помогая ему определяться в линии профессиональной деятельности. В то же время я понимаю, что в этой работе на сегодняшний день принимает только государство, а по большому счету в этой работе необходимо принимать участие трем секторам – это обществу, государству и коммерческому сектору. Это тоже очень важно, потому что не получив заказ от коммерческого сектора, невозможно подготовить и сориентировать конкретного специалиста. На мой взгляд, как только это межсекторное взаимодействие будет налажено, у нас будет меньше людей на бирже труда, которые будут искать себе работу, потому что они еще не определились по жизни. Спасибо большое. Спасибо. Я прям даже не знаю, Василий? А мне бы в первую очередь хотелось бы обратиться к нашим телезрителям, потому что вопрос выбора для каждого человека, чем раньше он будет сделан, и тем раньше начнет человек двигаться в этом направлении, тем более это положительно для страны, тем больше плюсов для страны в целом. Поэтому важно сегодня, вот если есть еще время в этот поздний час, а может быть завтра, послезавтра, далеко не откладывая, задуматься о том, какую мечту перед собой ставите, какие цели перед собой видите, и в каком будущем вы хотите жить, для того, чтобы понять, где ваше место. И тогда я вам гарантирую то, что ваше собственное развитие, ваша собственная работа, ваша собственная семья, целеустремленность будет развиваться совершенно по-другому. То есть вы сможете действительно двигаться к тому, к чему хотите. Если вы не можете это сделать сами, придите, посоветуйтесь. Если некому прийти, посоветуйтесь, придите к нам, мы вам поможем. И действительно, благодаря тому, что каждый человек будет видеть свои мечты, мы сможем сделать нашу страну ведущей мировой державой. Спасибо. Спасибо, Василий. Спасибо. Дорогие друзья, дорогие ребята, все, кто сейчас делает выбор, время такое как раз определение. Конечно, очень бы хотелось, чтобы вы, оставаясь естественными, молодыми, талантливыми, постоянно ставили перед собой высокие цели. В профессии, в учебе, в личной жизни. Эта планка должна повышаться, и надо постоянно двигаться вперед, совершенствоваться, достигая тех целей, которые вы перед собой ставите. Если у вас есть цель, вы обязательно ее добьетесь. Ну а со своей стороны, как представитель службы занятости города, могу сказать, что приходите к нам, мы вам всегда поможем. Работа есть, ее много, она интересна, прекрасна. Я желаю всем удачи. Спасибо. Спасибо. Ну, мне, конечно, хотелось в заключении сказать то, что мы давали сегодня такие общие советы, но каждый человек очень индивидуален. И каждому необходимо найти свой ключик. И каждое резюме должно тоже иметь какое-то свое индивидуальное лицо. Но это можно сделать только со специалистом, конечно. При этом нужно помнить, что не работа делает человека, а человек делает работу. И если он делает ее действительно на высшем уровне, качественно, то, я думаю, его будет уважать и любить в этом обществе. Спасибо. Спасибо большое. Ну что, на самое время подвести наши итоги. Да, мне кажется, что у нас очень много профессий, достойных профессий. И самое главное, нужно правильно решить, какая подходит именно тебе. Я желаю вам гармонии, прежде всего. И просто реализоваться в жизни так, как вы считаете, вам это удастся. Ну и любви, конечно. Мы сегодня затронули очень серьезную тему, очень интересный разговор получился. На мой взгляд, одним из самых важных занятий в нашей жизни является определение, кем ты станешь, кем ты будешь. И мне кажется, в какой-то степени мы помогли людям сегодня определиться, кем они хотят быть, потому что это очень важно. Ну не будем на такой грустной ноте все-таки, дорогие друзья. С вами был ночной молодежный канал Илья Верин. Ольга Панкова, телеканал «Столица». До новых встреч. Спокойной ночи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.